Как можно назвать в целом мудрого мужчину, мудрого по отношению к людям? Кем он будет для людей, этот мужчина? Кем? Отцом. Понимаете? Ну то есть мудрый, успешный мужчина в конце концов становится как отец для всех. Понимаете? Отец означает знание. Так? Он достиг знания. С ним можно посоветоваться, он все знает. Есть защита. У него есть такая сила, которая защищает. Означает отцовская энергия, мужская сила. Женская сила, это что такое? Мать. Мать означает не та, которая дает знания, а та, которая делает так, что ты сам все поймешь. Это называется любовь. Мать это та, которая поймет тебя. Что такое успешная женщина? Это та, которая способна понять другого человека. В этом заключается успех. А дальше уже он разворачивается на что хочешь. Допустим, ты хочешь быть директором предприятия, но ты женщина. За ради Бога. Может быть женщина директором предприятия. Да еще лучше, чем мужчина. Потому что, когда женщина, женщине развиться, стать успешной очень трудно. Потому что есть, как вы знаете, ломать не строить. Есть действия гармонизирующие, а есть действия сокрушающие. Вот допустим, что легче, разрезать или зашить? Ну, когда ты хирург. Понятно, что разрез надо правильно, но я просто так вам утрирую, чтобы было понятно. Так вот, запомните, женщина достигает успеха, не разрезая, а зашивая. То есть для женщины успех означает гармонизировать все вокруг. И поэтому женщины позже становятся успешными. Им тяжелее достичь. Но если они достигли, женщина, которая стала директором завода, правильно, то есть она как мать себя ведет, ей даже не надо никого наказывать, будут наказывать подчиненные. Она легко, без проблем решает все вопросы, потому что она ведет себя как мать, она понимает человека. Допустим, человек провинился, он там проворовался, он приходит к ней, его надо увольнять. Она говорит, я тебя понимаю, ты не можешь не воровать. Но пойми и нас. Мы не можем тебя оставить на работе, потому что мы же лишаемся собственности. Поэтому мы тебя увольняем. Ведь она наказала человека. Хуже не накажешь вообще, она его уволила. Но как она его уволила? Он уходит и улыбается. А потом приходит и говорит, а я все понял, можно я у вас все-таки буду работать? Она говорит, мы подумаем. Может быть и можно, но только не там, где есть деньги. Потому что там у тебя слабость, ты не можешь с деньгами иметь дело. Там, где нет ответственности с деньгами связанной, может быть мы тебя возьмем. А в этой зоне ты уже не можешь работать, потому что у тебя как бы есть слабость. То есть она по-доброму к людям относится. И поэтому все и уважают. Мария Степановна, такой человек вообще. Она очень хороша, почему? Потому что у нее есть сила. Какая сила? Женская. Это сила матери. Как достигается это все? Это достигается с помощью отношений. Отношение означает служение. Начинаем с кухни. Готовить тяжело или легко? Ну смотря как готовить, Олег Геннадьевич. Иногда легко. Жри. От настроения, правильно. От настроения зависит. То есть готовить нормально означает вкладывать что? Женскую энергию. Любовь. Заботу. Вот зачем нужно мужу... Вот я сейчас вам дам миссию в приготовлении пищи. Если вы ее поймете, женщины, вы будете сильно развитыми. Даже если вы это поймете. Зачем готовить пищу? Мои дорогие друзья, я вам сейчас объясню. Вот смотрите. Дело в том, чтобы жрал, ее готовить не надо. Можно съесть и сырую. Как сыроеды есть, знаете, они спрашивают, зачем пищу готовить? Я им объясняю. Готовят не для того, чтобы жрать вареную. Готовят для того, чтобы вложить в пищу силу, которая изменит судьбу человека. Понимаете? Приготовление пищи – это жертва, которую человек производит для того, чтобы поменять человеческую судьбу. Поэтому раньше пища готовилась для того, чтобы менять жизнь людей, а не для того, чтобы он просто поел послаще. Понимаете? То есть этот процесс приготовления пищи означает молитва, вложение сил. И когда женщина готовила, мужчина кушал, и он не проигрывал в войне, потому что она вкладывала в него силу победы. То есть есть победа в действии, а есть победа в благословении. Женщина обладает благословляющей силой, если она ее развивает. Так вот, развитие благословляющей силы начинается с простых вещей. Научись готовить так, чтобы не просто вкусно было, а чтобы в этой пище была молитва, чтобы она была освященной пищей, то есть принятой Богом. Это очень сложный процесс внутренний, и для женщин это правильный путь для развития. Понимаете? То есть женщина готовит, уборка в квартире. Это что? Потому что служанки нет. Одна женщина мне, пожалуйста, говорит, я взяла служанку, и она увела мужа. У нас богатая семья. Почему так произошло? Она говорит, что богатым людям нельзя брать служанок? Я говорю, можно, но только вопрос, чем она будет заниматься. Вот чем нельзя ей давать заниматься? Вот, допустим, нарезать овощи она может, служанка? Может. А готовить на огне может? Нет. Ты должна готовить. А если тебе некогда готовить, тогда хотя бы корми мужа сама. И тогда она никогда твоего мужа не уведет. Всегда заканчивай все процессы. Допустим, служанка постирала, но ты погладь белье с молитвой. И тогда это белье наполнится твоей энергией. Не давая служанке прибирать, кровать, допустим, где вы спите. Пускай моет пол. Ну и так далее. То есть есть вещи, которые, ну, женщина, как жена, должна делать сама. И она наполняет своей энергией тогда семью. И ничего не теряет в жизни. Я это объяснил, она все поняла. Женский успех означает способность вкладывать. Вот, допустим, есть две силы. Это силы. Две силы на земле есть. Есть женская сила. Вот женщина говорит, у нас нет никакой силы, Олег Геннадьевич. Вы вот в женском теле не жили. Ну, или жили, но не помните. У нас нет сил. Мы слабые. Это вы сами не знаете, что у вас есть сила. Вам надо это сейчас узнать. Есть два типа силы. Есть сила, которая действует, а есть сила, которая дает возможность действовать. Вот, допустим, человек откуда появляется на свет? Откуда? Из женщины. То есть женщина что дает? Делает. Она дает возможность жить. И точно так же женщина дает возможность действовать мужу. Вот почему, Олег Геннадьевич, у него муж неуспешный, он никогда не может нормально работать. Ну, потому что у него нет этой энергии жены, которая делает его успех, означает удача. Не может найти себе работу. Нет удачи. Удача – это энергия жены. Женщина имеет потенциальную энергию, то есть она вкладывает в людей, вкладывает в детей, вкладывает в мужа. Поэтому женщина постоянно беспокоится обо всех. Что это такое? Это вложение сил. Вот женщина говорит, ой, я так беспокоюсь за своих детей, означает благословение. Надо не беспокоиться, а благословлять. Другими словами, надо говорить, Олег Геннадьевич, я верю в своих детей. Что значит веру? Верю означает сильная женщина. Или вы говорите, я беспокоюсь за своих детей. Что означает слабая женщина. Сильно женщина не беспокоится, потому что она вкладывает столько надо. Откуда она берет? От природы, от режима дня. Она доводит все дела до конца. И изучение своего предназначения начинается всегда с выполнения своих обязанностей. Начните делать то, что от вас требуется на малом. Начните готовить, стирать, убирать. Мужчина начинает свой успех в жизни с малого. Вот кто такой мужчина, кто такая женщина? Это та, которая любит людей. В чем заключается ее успех? Ее успех заключается в том, чтобы научиться благословлять своим присутствием всех вокруг. Означает сильная женщина. Рядом с ней всем хорошо жить. Сильная женщина означает благословляющая. Всем счастье, счастье рядом с ней испытывают. Означает ради нее готовы на все. Вкладывает других людей. Нет силы, укрепляйте здоровье. Силы идут от здоровья. Итак, изучение своего предназначения. Просто услышьте меня, не тратьте на это время. Женщина достигает любого вида успеха через вкладывание в людей своих благословений. Запомнили? Благословляющий сил. Начинается все просто с обычного приготовления пищи, уборки помещений. Женщина, когда выросла из этого, она может дальше стать матерью не только для своей семьи, а также для всех. Все начинается с семьи, потренируйся на близких, а потом ты сможешь делать большие дела. Женщина может делать большие дела, должна делать большие дела, потому что в обществе у нас сейчас не хватает этой женской силы. Кто должен быть во главе школы? Женщина. Кто должен быть во главе больницы? Женщина. Кто должен организовать социальную заботу о людях? Женщина. Мужчина тупой, не поймет этого всего никогда. Потому что у мужчины нет этой энергии заботы, он не поймет, кто такие старики, сколько им чего надо. Кто такие беспризорные дети, только женское сердце способно понять, как заботятся о людях. Потому что женщина должна возглавлять все эти социальные процессы. Если женщина возглавляет, там будет, значит, порядок. Понимаете? Потому что это ее природа заботится. Если вы кошку поставите охранять дом, ничего не получится. Охранять дом должна собака, это ее природа. А если вы собаку заставите мяукать, тоже ничего не получится. И воскаться. Это не ее природа. Ее природа гавкать. Женская природа любить, заботиться. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова